Елена, здравствуйте! Очень-очень рады видеть вас в нашей студии. И вообще, для начала хочется поздравить вас с личным рекордом. Вот мы за вас всегда, да, с детства, с детства за Рыбакину, как говорится, да? Но сердце вы наше вообще покорили после того, как выступили на Олимпиаде. Это прям лучшее выступление для нас, для страны, я имею в виду. Скажите, пожалуйста, как изменилась ваша жизнь после этого? Спасибо большое. На самом деле, очень были сложные какие-то ситуации по приезду на Олимпиаду, потому что в связи с коронавирусом было непросто. Но в итоге, когда ты видишь масштабы вообще такого соревнования, как Олимпиады, ты понимаешь, что это что-то вообще, чего раньше ты не чувствовал. То есть эмоции, конечно же, особенно когда ты находишься в Олимпийской деревне, то есть это было очень круто, незабываемо. Но вот единственное, что было обидно, на стадионе уже где ты играешь, на теннисных кортах болельщиков не было. Вот это, конечно, было очень обидно. Но вся команда студии Си просто болели за вас. И для протокола я хочу сообщить, что Елене 22 года, а фраза о том, что с детства за Реал и за Рыбаки, ну это такое распространение. Ну мало ли, вдруг люди сочтут, что вы чуть постарше. Но, Елена, вы, когда я наблюдала за вашей игрой, вы там такая, такая серьезная, такая достаточно, ну есть только спортивная агрессия. Здесь вы прям девочка, девочка, которая переживает уже в прямом эфире, как и вы. Да, это такой первый опыт у меня прямого эфира именно на телеканале. Поэтому, да, конечно же, я переживаю, это волнительно. Надеюсь, что не последний раз и тоже наберусь опыта и буду поувереннее. Нет, вы прекрасно держитесь, и нам очень приятно, что вы пришли именно к нам. Елена, зрители не видят, но помимо здесь наших студийных камер, нас снимают еще и другие камеры. Скажите, пожалуйста, что это за съемки такие? Это съемки от Федерации Тенниса Казахстана. Я потому что приехала на короткий период, к сожалению, очень сложный график. Нужно уже начинать скоро подготовку к следующему сезону, поэтому у меня здесь три дня достаточно будут насыщенными. Вот, и сегодня был, да, тоже непростой день. Ну вот нас предупреждали о том, что вы на пару дней, насколько я знаю, приехали в столицу, и что у вас прям все расписано. Скажите, пожалуйста, а мы же как думаем, спортсмены только тренируются? Я так понимаю, что у вас еще и дополнительные дела. Что это за дело? Расскажите. Да, сейчас у меня период, когда я не тренируюсь, так сказать, отдыхаю от тенниса, поэтому у меня много всяких мероприятий здесь. Я буду проводить тренировку с детьми. Мы еще съездим в приют для животных. Потом тоже я буду на радио, что тоже будет впервые. Поэтому для меня это, конечно же, интересно и очень волнительно. Ну, успехов вам больших. Спасибо. Еще уже все нужно успеть это все сделать, да? Скажите, пожалуйста, какая следующая цель, если говорить все-таки о спортивных целях, о спортивных амбициях? Какую вы следующую цель себе ставите? Ну, вообще цель была на этот год попасть в топ-10. К сожалению, не получилось, но я была очень близка, потому что рейтинг там осталось совсем немного, мне, в принципе, очков, но турниры закончились, сезон закончился, поэтому эта цель остается на следующий год. Но в целом я выполнила неплохую задачу, то, что проходила на вторую неделю больших шлемов, хотя предыдущий год я там уже проигрывала на первых неделях, поэтому такая небольшая цель на этот год была выполнена. Ну, Елена скромничает, мы, знаете, мы радовались этому, вот просто когда вы выступали на Олимпиаде, я даже не могу передать все эмоции, это было просто невероятно. Да, Олимпиада, конечно же, это было незабываемо, особенно, вот, к слову, как я переживала, очень были обидные поражения, была очень близка к медалям, бронза, выход в финал, но хотела бы поблагодарить, раз есть такая возможность тех, кто за меня болел, потому что я почувствовала огромную поддержку, несмотря на то, что проиграла, и это было очень-очень приятно. Я вам расскажу, в этот день ехала с работы, села в такси, и таксист говорит, слышали, Рыбакина, Рыбакина наша, это четвертое место, ну, понимаете, это и есть, наверное, та самая народная любовь. Ну, вот, кстати, Елена, вы говорили о том, что зрителей как таковых не было, да, во время вашей игры, но ваши друзья из мира спорта, они болели, и вообще хотелось бы узнать, с кем вы дружите из мира спорта? На самом деле я там встретилась с некоторыми спортсменами других видов спорта, это так было интересно, конечно же, времени пообщаться особо не было, но если мы говорим о туре женском, то есть девочки, с которыми я близко общаюсь, но назвать прям лучшими подружками, конечно, сложно, потому что это индивидуальный вид спорта, но в целом, да, есть те, с кем приятно провести, может быть, свободное время на турнире. Ну, почему спрашиваем, когда приглашаем боксеров, например, тоже к нам в студию, мы видим, да, что они на боксе против друг друга, а потом привет, как дела, все хорошо, поэтому думали, а в мире тенниса большого точно так или же? Я думаю, что в мужском туре, наверное, да, такое присутствует ребят. А девочки, да? Девочки, наверное, да, посложнее, но в принципе, да, есть те, с кем можно, да, и пообщаться, и подружить, так сказать. Елена, спасибо вам большое за то, что вы нашли время к нам прийти, это большая честь для нас, я хочу, чтобы все цели, которые вы ставили перед собой, они обязательно осуществлялись. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.